В общей сложности в Нижнем Новгороде около 4 тысяч человек нуждаются в социальном обслуживании. И их обслуживает около 400 социальных сотрудников. Именно они будут привиты в первую очередь. Соцработники, которые ежедневно контактируют с населением, будут провакцинированы уже до конца сентября. Заместитель генерального директора Единого центра социального обслуживания населения Михаил Родионов в прививочный кабинет заходит первым. К вакцинации сотрудники относятся только положительно. Не отказывается никто. Наши сотрудники занимаются обслуживанием населения, пожилого, инвалидов и престарелого возраста. И нам нельзя выходить из строя, и нужно быть всегда в форме. Поэтому прививка для нас первоочередная задача. Вакцина, она уже проверенная, как говорится, с ОВИ-грипп прививалась в том году. Все прошло безо всяких осложнений, все довольны. И все очень активно будут прививаться на данный момент. Сегодня у нас первый день. А вообще с наступлением осени все больше обсуждается возможная вторая волна ковид. Вирусологи и эпидемиологи всего мира опасаются двойной угрозы. Ведь вспышка заболеваемости коронавирусной инфекции может совпать и с сезонным гриппом. И личная ответственность тут стоит не на последнем месте. Только своевременные вакцинации позволят максимально сдержать резкий скачок числа заболевших и ковид, и с сезонным гриппом. Вакцина поступила где-то 30% от заявленной плановой цифры, количество вакцин. И призываю нижегородцев принять активное участие в кампании по вакцинации от гриппа. Ведь чем больше мы привьем жителей нашего города, Нижегородской области, тем больше будет иммунная прослойка. И отдельно обращаюсь к руководителям предприятий, чтобы они более пристально и заботливо отнеслись к здоровью своих работников и организовали максимально вакцинацию от гриппа. Вакцины против гриппа, совигриппа и флюэм уже поступили во многие поликлиники региона. Напомним, в обязательном порядке должны быть провакцинированы дети, а также работники медицины, сфер образования, транспорта, коммуникаций, граждане старше 60 лет, военнослужащие, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями. В этом году президентом Владимиром Путином была поставлена задача провакцинировать не половину населения, как обычно, а 60%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова